Слава Богу, братья и сестры, мир вам! Наш Бог велик, аминь! И то, что мы пришли на это место, мы пришли, чтобы прославить Его, чтобы сказать Господу, что мы признаем Его величие, что мы нуждаемся, что мы Его дети, как мы слышали, и что мы нуждаемся в Нем каждый день нашей жизни. И знаете, вот удивительно, мы сейчас такое время проживаем, потому что мы знаем, что это время, когда многие церкви празднуют праздники, жатвы, удивительное такое событие. И знаете, всегда, когда такие времена, осенняя пора, когда листья желтеют, когда приходит это время, время жатвы, вспоминается мне одно место, и оно записано в книге Еремии, оно записано в 8 главе и в 20 стихе. Еремия однажды подметил что-то, и он говорит следующее, вы знаете, наверное, это местописание, он говорит, прошла жатва, кончилось лето, а мы не спасены. И вот знаете, каждый раз, когда эти праздники наступают, вспоминаю об этом месте, потому что оно очень, знаете, подходит к этому периоду. Вот Еремия, мы читали, он говорит, кончилось лето, и мы понимаем, что даже вот если сегодня мы где-то оглядываемся, 3-4 недели назад, мы понимаем, была еще такая летняя пора, было тепло, мы приходили, ну, может быть, в рубашечках, было все так прекрасно, солнышко согревало, температура была на градуснике высокая, окружающие среды, но Еремия говорит, кончилось лето, вот в его жизни был такой период, и мы понимаем, лето кончилось, настала осень. Дальше он говорит, прошла жатва, было время жатвы, когда люди собирали урожай, у нас было время на той неделе жатвы, когда мы восхищались просто происходящим, хоры пели, братья проповедовали, оркестр играл, много было программы, детки наши участвовали, но и жатва, она проходит, правда, жатва прошла. Но вот здесь он еще говорит такую мысль, он говорит, а мы не спасены. Он говорит с определенным сожалению, потому что это была проблема, проблема Еремии, проблема Израиля, да, проблема вообще всего того времени. И Еремия понимал, если эту проблему не решать, он говорит, мы не спасены. Это, кстати, проблема и наших дней, потому что мы молимся за родных, за близких. Он понимал, если эту проблему не решать, то придет другое время, когда вот эти израильтяне, они пойдут в пленение, они окажутся там, где они не хотят быть, придет просто поражение, Господь ему это открыл. И вот он в переживании, он говорит, а мы не спасены. Он в сердце несет вот такое бремя. Если посмотреть на другого пророка, пророк Иона, он однажды вышел около города Ниневи, где-то там сел под этим растением, и он смотрит и ожидает, когда же придет Божий суд на Ниневию. И, наверное, в его мыслях были другие слова. Он говорил, Господи, они не спасены. Вот эти люди не спасены, накажи их. Но Еремия, он не со стороны смотрит, и думает про этих израильтян, его народ, что вот они такие грешники, сейчас их Бог накажет. Он себя не отрывает от этой проблемы. Он говорит, мы не спасены. Он говорит, это и моя проблема. Он в эпицентре. Он вовлечен. Он находится там. И я думаю, что он со слезами, с переживанием говорит вот эти слова. Мы не спасены. Он вовлечен. Знаете, есть уже другой пророк, или человек Ветхого Завета. Это был Неемия. Он жил после Еремии. И в его времена была другая проблема. Во времена Еремии проблема, мы не спасены. Во времена Неемии, какая была проблема? Ему однажды приходят и говорят, что стены Иерусалима разрушены, ворота сожжены огнем, Израиль находится в запустении. И знаете, он тоже не в стороне. Хотя в его жизни вроде бы все прекрасно, потому что он виночерпит у царя. У него, знаете, все есть. Но когда он услышал о той проблеме, он тоже, как Еремия говорил, мы не спасены. Он был вовлечен. Так и Неемия. Он не в стороне оказался. Но смотрите, когда книга Неемия, мы читаем 1 глава, 4 стих. Услышав эти слова, Неемия пишет, «Я сел и заплакал, и печален был несколько дней, и постился, и молился пред Богом Небесным». Он тоже вовлечен. Он тоже, знаете, не просто плакал, он понимает, «Я в эпицентре этой проблемы, я всем сердцем нахожусь там». И мы видим, какие его потом действия последующие. Царь дает разрешение, он идет в этот город, и стены Иерусалима начинают отстраиваться. Вы знаете, как во времена Еремии, Неемии, да, уже последующий человек, мы видим вовлеченность. Вовлеченность – это когда, мы говорим, человек, ну, в кавычках, болеет за результат. Он делает все возможное, от него зависящее, чтобы этот результат совершился. Он об этом, как мы видим, молится, он постится, он стремится, он даже порой делает то, ну, что не должен делать, да. Это говорит, что человек вовлечен. И знаете, вот сегодня, мы в начале служения, вот это состояние, я вовлечен, пусть оно будет и в нашем сердце. Когда мы приходим в собрание, знаете, есть, ну, два состояния, либо ты будешь вовлечен, да, то есть всем сердцем болеть, да. Когда группа поет, я пою вместе с ней. Когда проповедник проповедует, я внимательно слушаю. Когда молитва идет, я молюсь, да. Это вовлеченный человек. Противоположное состояние, оно может прийти, это человек отстранен. Он может находиться на этом же месте, в том же самом, вроде бы, контексте времени. Но, знаете, порой бывает такое, когда человек мыслями, он вроде бы здесь находится, но мыслями он далеко. Я уже много раз рассказывал, когда был школьником, и на уроке математики как-то вот учительнице удавалось узнать, что я не вовлечен в этот предмет. И она говорила, Павлющик, я не вижу мысли в твоих глазах. Хотя я старался смотреть на доску. И старался где-то вроде бы делать умный вид, но, знаете, наверное, видно, когда человек вовлечен, когда он всей душой туда, да, и когда он где-то очень далеко. И вот если посмотреть, Библия нас призывает, чтобы мы были вовлечены в Божье дело, вовлечены в служение. Когда человек вовлечен, когда он стремится, когда он жаждет, зачастую результат будет выше всякого ожидания, потому что Господь это взвесит и оценит. И вот если говорить про вот этого Неемию, знаете, вот кажется, человек вовлеченный, да, вот у него такое состояние, и мы понимаем, ну, надо быть таким, а как к этому стремиться? Что для этого, какие шаги предпринимать? Что для этого нужно делать? Знаете, вот если посмотреть на Неемию, Еремия, мы говорили, он говорил, а мы не спасены, он вовлечен. Неемия был вовлеченный человек, плакал о том, что стены разрушены. Но знаете, вот есть такие моменты, вот его переживания, о которых он говорит, которые показывают, что это пришло к нему, это состояние. И вот если посмотреть Неемия, 2 глава 11 стих, там написано следующее, когда он уже пришел в Иерусалим, написано, и пришел я в Иерусалим, и пробыв там три дня, он осмотрел все, что там было, говорит, я встал ночью с немногими, написано, немногие были люди, бывшие при мне, и никому не сказал, что Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Вот знаете, этот человек, он говорит, Бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Были его современники, Ездра такой, и когда строили уже, храм отстраивали, Ездра говорит, возбудил дух его, чтобы пойти и строить Иерусалим. Вот знаете, такие выражения, положил мне Бог на сердце, возбудил Бог дух, чтобы строить. Знаете, все начинается вот с вдохновения, все начинается с какого-то особенного состояния, и оно пришло к Неемии. Он захотел для Иерусалима сделать вот то, что Бог положил ему на сердце. Пришло определенное вдохновение. Оно приходит, когда человек имеет близкие взаимоотношения с Богом, и мы понимаем, у Неемии это было. Нам нужно каждый раз, если мы хотим быть вовлеченными, строить отношения с Богом. Когда мы с Богом выстраиваем отношения, Господь даст, знаете, и жажду, и желание, и стремление. Я помню, раньше всегда говорили вот такой пример про Смита Вигглсворта. Был такой человек, его еще называют, Божий генерал, человек веры, и у него спрашивали, а сколько, ну вот, Смит, вы молитесь? И, ну, если я не ошибаюсь, он говорил, я молюсь не больше, чем полчаса, но не проходит полчаса, как я снова молюсь. Вот знаете, когда человек выстраивает отношения с Богом, в его жизнь приходит это вдохновение, и Неемия, когда он приехал в Иерусалим, да, вроде бы ситуация показывает, стены, они разрушены, там этот Санавалат, Товия, но он говорит, но Бог в определенный момент, когда это произошло, я думаю, в момент молитвы, в момент служения, Бог возбудил дух его, Бог положил на сердце, что-то сделать для Иерусалима, давайте будем всегда искать вот этого вдохновения, когда мы приходим на служение, чтобы быть вовлеченными, мы говорили, нужно обязательно, второй момент, что-то делать, тоже Неемия, четвертая глава, мы уже скоро будем молиться, шестой стих написано, мы однако же, это уже когда стройка пошла, мы однако же строили стены, и сложена была вся стена, до половины ее, и у народа доставало усердие работать, знаете, одно дело получить какое-то вдохновение, но нужно с этим вдохновением что-то делать, и Неемия, он настолько был вдохновлен, это передалось людям, мы знаем, что каждый строил напротив своего дома, и даже он говорит, когда-то же до половины стены мы уже построили, усердие у народа доставало, чтобы продолжать строить, нельзя лениться, знаете, вовлеченный человек, это труженик, это человек, который, ну, будет что-то делать, будет прилагать усердие, даже если что-то не получается, а он все равно достигает, смотрите, Матфея, уже Новый Завет, когда Иисус призывает учеников, написана такая история, про призвание Симона, Петра и Андрея, брата его, 4 глава, 18 стих, написано, проходя близ моря Галилейского, Иисус увидел двух братьев, Симона, называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и говорит им, идите за Мною, и я сделаю вас ловцами человеков, и они тотчас оставили сети и последовали за Ним. Вот знаете, идет призвание людей на апостольское служение, Иисус ходит, да, по городам, селениям, и вот Он находит двух братьев, Он смотрит на этих братьев, и знаете, так можно порассуждать, на что смотрит Иисус? Скажите, смотрит ли Он на образование человека? Нет, потому что это были рыбаки, даже потом написано в Деяниях, они были люди не книжные, не образованные, Он не смотрит на статус, да, мы могли бы подумать, ну пусть бы Иисус призвал каких-то фарисеев, да, книжников, которые знают Тору, которые знают все Писание, пророчества, Иисус не смотрит на статус, Он не смотрит на образование, но на что, наверное, Иисус смотрит в тот момент, мы читаем, что это были братья, которые закидывали сети в море, потому что они были рыболовы, это были трудолюбивые люди, Иисус обратил внимание, что они труженики, немножко дальше, помните, Петр говорит, ну он непростой даже такой рыбак был, а он говорит, наставник, мы трудились как? Всю ночь, да, им надо было рыба, они ничего не поймали, но у них хватало, знаете, такого ревности, старательности, чтобы всю ночь, а давай еще раз попробуем, давай снова это сделаем, но ничего тогда не поймали, но когда уже Господь сказал слово, когда Господь сказал, куда закинуть сети, лова было настолько много, что они даже удивились этому, и знаете, Иисус смотрит на трудолюбие, Иисус смотрит на то, насколько эти люди будут способны быть тружениками, знаете, если говорить про рыбаков, конечно, интересная такая профессия, кто-то скажет, ну что это за профессия такая, да, но знаете, есть разные даже вот в нашей культуре поговорки, да, есть такие поговорки, где говорится, солдат спит, а служба идет, вот знаете, есть такие, ну когда, ну не говорится, что можно вроде бы и не трудиться, а что-то будет идти, как-то двигаться, но про рыбаков так нигде не сказано, написано, без труда не вытащишь и рыбки из пруда, да, вот говорится, что это такая профессия, где нужно быть усидчивым, где нужно быть терпеливым, где нужно трудиться, прилагать старания, и вот Иисус, Он говорит этим людям, и знаете, хотя они были, наверное, профессионалы, они были вовлечены в свою профессию, но удивительно, когда Иисус их позвал, написано, они тот час оставили и последовали за Ним. Когда Иисус нас призывает, да, вот, дает нам это вдохновение, давайте будем делать все возможное, чтобы Господь был приоритет номер один в нашей жизни, будем следовать за Ним, давайте будем откликаться на любой Его призыв. И последний момент, и мы будем молиться, нужно помнить, мы говорим, помните, про Неемию, было вдохновение, был труд, нужно помнить, что у любого действия или бездействия моего будет определенный результат. Прошла жатва, да, Еремия говорит, лето кончилось, и такой был результат, не спасены, но в жизни Неемии был удивительный результат, потому что мы читаем, кто-то, может быть, критиковал его, что вот он в какой-то момент начал эту стену отстраивать, что он начал так трудиться, да, людей вдохновлять, побуждать. Кто-то, может быть, тот был Санавалат и Товия, которые вообще хотели остановить это дело, но, знаете, был удивительный результат, он в 7 главе записан в 73 стихе, знаете, уже, наверное, когда был результат, и не вспоминали те трудности, которые были позади, на что написано, и стали жить священники, и левиты, и привратники, и певцы, и народ, и нефинеи, и весь Израиль в городах своих. Знаете, пришло удивительное время, жатвы, да, пришло удивительное время, когда люди уже оценили, вот была вовлеченность, и был потом результат. Давайте и мы, каждый раз, приходя в служение, будем делать максимально от нас возможное, давайте будем молитвенно поддерживать тех, кто проповедует, кто поет, будем вместе, плечом к плечу следовать за Господом, давайте поднимемся для молитвы и попросим Божьего благословения, чтобы Бог дал нам Его. Субтитры создавал DimaTorzok